МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Наринмаре планируется создание единой транспортной службы для шести учреждений соцсферы. Все автомобили и водители будут закреплены за одним учреждением – финансово-расчетным центром, где будет создана единая диспетчерская служба. Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. В Ненецком округе единственная организация, которая имеет задолженность по заработной плате перед работниками – Наринмарстрой. На сегодняшний день долг предприятия превышает 9,5 млн. рублей. Задолженность имеется перед 111 работниками. Помимо этого, у предприятия есть другие виды неоплаченных платежей, в том числе проценты за несвоевременные выплаты. Ситуация с задолженностью Наринмарстрой находится на особом контроле у прокуратуры округа, инспекции по охране труда и межведомственные комиссии по легализации трудовых отношений и ликвидации просроченных задолженностей по оплате труда. Наринмарстрой гасит платежи. За последний месяц было погашение. Если задолженность на 1 октября числилась в размере 10 млн. 100 тыс. рублей, то сейчас 9,622. К сожалению, очень медленно идет снижение задолженности по заработной плате. Это связано с реализацией того имущества, которое есть у Наринмарстроя. Для погашения задолженности по заработной плате перед работниками общества конкурсному управляющему Наринмарстроя необходимо активизировать работу по оценке имущества, его реализации, а также по взысканию дебиторской задолженности. В настоящий момент готовятся очередные конкурсы на продажу тех активов, которые есть у Наринмарстроя. Это и готовится документация по зданию административного, которое готов выкупить округ и соответствующее письмо округу было направлено. Продолжается решаться вопрос, но он пока не решен, о выделении отдельных помещений в здание общежития. На заседании межведомственной комиссии было принято решение вернуться к рассмотрению вопросов, связанных с финансовыми обязательствами общества в ближайший понедельник. В этот же день состоится собрание кредиторов Наринмарстроя. Ирина Нижалова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Наринмарский городской суд рассмотрел административно-исковое заявление Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненинского округа к администрации поселка Искателей по факту отсутствия управления 14 многоквартирными домами на территории поселка. Гостроя жилнадзора в рамках постоянно проводимого мониторинга состояния исполнения законодательства в сфере управления многоквартирными домами было выявлено, что на территории рабочего поселка имеется ряд многоквартирных домов, находящихся без управления. Речь идет о многоквартирных домах по улице Дружбы, Международная и по переулку Газовиков. В связи с отсутствием управления домами в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, орган местного самоуправления обязан проводить открытые конкурсы по отбору управляющей организации. Вместе с тем, проведенный мониторинг показал, что требования проведения конкурсов на протяжении длительного времени органам местного самоуправления не исполнялись. Со своей стороны, Гострольжелнадзор Ненинского округа в течение 2017 года неоднократно обращал внимание главы муниципального образования на недопустимость подобного бездействия. Однако данные предупреждения остались проигнорированными. В сложившейся ситуации инспекция была вынуждена обратиться в суд с исковым в отношении поселковой администрации о признании вышеуказанного бездействия незаконным и обязании администрации поселка искателей провести открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления 14 многоквартирными домами. Рассмотрев материалы административного иска, Наринмарский городской суд принял решение о его удовлетворении. В настоящее время судебное решение в законную силу не вступило. В арктической зоне планируют разработать эффективную систему обращения с отходами. Об этом рассказал председатель собрания депутатов Нинецкого округа Анатолий Мендин по итогам рабочей встречи с парламентариями северных регионов. Она прошла в Салихарде. Проблему, когда мусор долгие годы просто закапывали, планируется решить путем утверждения территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Предполагается, что до начала 2018 года во всех регионах должны быть выбраны региональные операторы. По мнению депутатов, необходимо предусмотреть поэтапный характер перехода на новую систему работы с отходами, а также увеличить предельный срок накопления отходов с 11 до 36 месяцев для малых и труднодоступных населенных пунктов. Это позволит формировать экономически рентабельные партии отходов, предназначенных для транспортировки. Кроме того, парламентарии предлагают разработать федеральную программу, предусматривающую предоставление регионам федеральных субсидий на финансирование мероприятий по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в малочисленных населенных пунктах, не имеющих круглогодичного общения с другими населенными пунктами. Также законодатели предложили усовершенствовать механизм бюджетного администрирования средств, поступивших от природопользователей за негативное воздействие на окружающую среду, и создать эффективную систему экономических регуляторов, системы рециклинга отходов, рекультивации земель и инвестирования природоохранных проектов. При этом санкции за нарушение требований должны быть адекватны причиненному ущербу окружающей среды и побуждать природопользователей к предупреждению загрязнений. В Наринмаре совершенствуют сбор бытовых отходов при окружной финансовой поддержке. Работы по замене и установке мелкозаглубленных контейнеров для уборки твердых бытовых отходов на территории города начнутся в ближайшее время. Как сообщает в администрации города, на днях 53 новых контейнера будут доставлены в окружную столицу. Закупка реализована в рамках муниципальной программы по благоустройству. В конце лета по итогам аукциона контракт был заключен с чистым городом. Общая сумма контракта составила чуть более 6 миллионов рублей. Большая часть средств на эти цели выделена муниципалитету из окружной казны. В целом из 28 миллионов рублей, запланированных на реализацию муниципальной программы по благоустройству, 27 миллионов рублей или 97% от общей суммы составляет субсидии из окружного бюджета. Остальное – муниципальные средства. Контейнеры городские власти планируют установить до конца осени. Их разместят на 35 площадках в центральной части города и в микрорайоне Городецкий. В ближайшее время рабочая группа определит площадки с учетом обустройства подземных коммуникаций. Далее начнутся работы по замене и установке новых мусоросборочных устройств. Кроме поставки контейнеров, исполнитель контракта должен приобрести и доставить в Наринмар два бункеровоза. Спецтехника оборудована манипулятором для сбора отходов. В 2018 году муниципалитет планирует продолжить замену у старейших емкостей для бытовых отходов на более современные и в других микрорайонах города. С 1 января 2018 года в Наринмаре планируется создание единой транспортной службы для шести учреждений соцсферы. Все автомобили и водители будут закреплены за одним учреждением – финансово-расчетным центром, где будет создана единая диспетчерская служба. Это позволит равномерно распределить нагрузку на автомобили как для служебных целей, так и по заявкам жителей Ненецкого округа с ограниченными возможностями здоровья. Транспортная служба создается для нужд отделения социальной защиты населения, пустозерского дома-интерната для престарелых и инвалидов, комплексного центра социального обслуживания населения, центра занятости, бюро судебно-медицинской экспертизы и самого финансово-расчетного центра. Новый автопарк составит 11 автомобилей. В него войдут в том числе два специализированных автобуса для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья. Как пояснил руководитель профильного ведомства Сергей Свиридов, единая служба позволит более эффективно использовать имеющийся транспорт и бюджетные средства на его содержание, а также своевременно предоставлять услуги гражданам. Перевод закрепленных за разными учреждениями автомобилей и водителей в состав финансово-расчетного центра не повлияет на размер заработной платы водителей. В Наринмарии поселке Искателей проходит акция по вакцинации против гриппа. Большинство жителей региона уже сделали прививку, при этом многие из них прошли вакцинации у себя на работе, что называется без отрыва от производства. Сейчас по всем организациям города проводятся выездные акции, где выезжает врач-терапевт, медсестра, прививочная кабинета, люди осматриваются и уже после осмотра специалиста решается вопрос, делать человеку прививку или нет, потому что, к сожалению, есть сопутствующие заболевания, которые не дают возможности человеку сделать прививку. Для тех, кто еще не сделал прививку от гриппа, в эту субботу, 14 октября, во взрослой поликлинике с 9 утра и до 15 часов будет работать прививочный кабинет и врач-терапевт. В субботу, 28 октября, пройти вакцинацию против гриппа можно будет в поликлинике поселка Искателей с 9 до 12 часов. Предварительно мы ждем во второй декаде декабря и весь январь это первую вспышку гриппа, а вторая волна у нас где-то будет в февраль-март. Я приглашаю всех людей, взрослых, детей, кто еще не защитил себя от предстоящей эпидемии гриппа, уделить себе внимание и пройти спокойно зимний период. В первую очередь вакцинации против гриппа необходимо лицам из группы риска, определенных национальным календарем профилактических прививок. Это дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, студенты, беременные женщины, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и пенсионеры. Пожелание удачи! Руководитель Департамента образования Ненинского округа дал напутствие участникам Всемирного международного форума в Сочи. Ненинский округ на нем представят 15 человек. Напутственные слова перед отъездом. Руководитель Департамента образования, культуры и спорта встретился с участниками 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студенчества, которые отправятся в Сочи. Илья Иванкин пожелал им достойно представить Ненинский округ на Всемирной площадке, где соберутся более 20 тысяч представителей активной молодежи. из 180 стран мира. Ненинский округ представят 15 делегатов. Это представители общественных организаций, студенты, молодые педагоги и политики, спортсмены и музыканты. Кроме того, на форум отправятся экспонаты, которые будут оформлять стенд о Ненинском округе и представители СМИ. У меня к вам будет пожелание достойно представить наш любимый Ненинский автономный округ на международном уровне. Я знаю, что у нас имеется стенд, у нас имеется соответствующая атрибутика. И я очень надеюсь, что наш субъект, несмотря на то, что он самый маленький по численности населения в Российской Федерации, ну, как говорится, мал да удал. Поэтому вперед! Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Стартует фестиваль в Москве, где 14 октября пройдет международный парад «Карнавал студентов». Кроме этого, в первые три дня фестиваля 2000 иностранных участников посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока. Через игру к правилам дорожного движения детский сад «Солнышко» успешно реализовал проект «Культура поведения на дороге». Воплотить его помогли средства гранта, которые в прошлом году дошкольное учреждение выиграло в конкурсы социально-культурных проектов компании «Лукойл». О том, как воплощали задуманное, в жизнь узнала наша съемочная группа. Воспитанницы детского сада «Солнышко» Настя Протопопова и Вика Коткина «Автоледи со стажем». За плечами девочек уже несколько месяцев вождения бибикаром. Чтобы детям было легче и интереснее осваивать правила дорожного движения, было закуплено шесть таких уникальных машинок. Катание на нем вещь полезная. У ребенка тренируются и развиваются мышцы рук и ног, развивается координация и ловкость. Кстати, навыки вождения на нем более ста ребят осваивают не просто на уличной площадке, а на специальном дорожном полотне с разметкой, пешеходными переходами и дорожными знаками. Кроме того, в рамках гранта были закуплены самокаты, баннеры, макеты, познавательные картинки. Дети изучают правила не только на улице, например, путем вождения, но и на макетах. Вот у нас есть самодельные макеты, которые изготовил, например, социальный педагог на магнитной основе. Есть те, которые изготовили дети и родители, подготовительные группы тоже очень интересные. Все созданные и закупленные пособия уже активно использовались на многочисленных мероприятиях, мастер-классах, семинарах и акциях. Их за период реализации проекта было более 35. Ну, для детей, наверное, самые запоминающиеся – это вот как раз посвящение в отряд ЮИД, то есть самые такие продвинутые у нас, наверное, знатоки правил дорожного движения. Этих детей мы посвятили в отряд юных инспекторов дорожного движения. И совместно с сотрудниками ГИБДД, они выходили, и с педагогами, конечно, выходили на улицу и пропагандировали как раз соблюдение правил дорожных движений. Цикл обучающих мероприятий включал в себя не только занятия для детей, но и для взрослых. Детский сад «Солнышко» стал ресурсной площадкой более чем для 20 образовательных и дошкольных учреждений. Теперь опыт и разработки, накопленные сотрудниками за 12 месяцев реализации проекта, активно используются воспитателями, преподавателями и учителями из разных уголков округа. Ведь, по словам авторов проекта, культура поведения на дорогах – это путевка в безопасную жизнь. Эта проблема, вообще-то, особенно важна для детского сада, потому что по окончании дошкольного учреждения ребенок поступает в школу и реально окунается именно в дорожный мир. Зачастую остается с ним один на один, без сопровождения взрослого. И, ну, к сожалению, очень часто бывают и трагедии на дороге. Поэтому мы эту проблему считаем очень важной. Возможность решить важные проблемы и воплотить задуманное в жизнь каждый год предоставляет компания «Лукойл». Конкурс социальных и культурных проектов в Республике Коми и Ненецком округе нефтяная компания проводит с 2005 года. Например, только в прошлом году на конкурс поступило 102 проекта. Победителями стали 36, в том числе семь из Ненецкого округа. Ирина Нежалова, Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Воспитанники Ненецкой специальной школы-интерната побывали в ролях сказочных персонажей. В рамках открытого урока бесплатного театрального кружка «Солнышко» юные таланты на время перевоплотились в героях известной сказки Владимира Сутеева «Яблоко». Кружок организован в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности детям». За игрой начинающих артистов наблюдала наша съемочная группа. В одном из кабинетов Ненецкой специальной школы-интерната сегодня развернулось настоящее театрализованное представление. Роли сказочных персонажей по мотивам известной сказки «Яблоко» Владимира Сутеева исполняют дети, учащиеся специального класса. В роли художественного руководителя, активист регионального отделения ОНФ, социальный педагог Центра ДАР Галина Вокуева. Здесь есть своя специфика, потому что мы никогда не ставим сказки, как они идут в оригинале. А когда я пишу сценарий, это все, в принципе, как по мотивам сказок. Вот эта сказка «Яблоко» была по мотивам. Почему? Потому что, ну, ввиду особенностей детей, в принципе, каждый на что-то способен. Вот. Ну, уже пишешь сценарий, исходишь из того, какие способности у каждого ребенка, и подходишь к этому просто индивидуально. Индивидуальный подход позволяет каждому из ребят проявлять свои творческие способности. Кого ты сегодня играла? Медведя. Медведя. А кем бы из героев еще хотел быть в этой сказке? Зайца. Зайца хотела бы сыграть? Понравилось тебе? Да. А что тебе больше всего понравилось? Ну, сегодня что тебе? Танцевать. Да. Да? Да. А кем хочешь быть, когда вырастешь? Танцором будешь? Да. Впереди у юных артистов еще не одна репетиция, прежде чем театрализованное представление увидят их главные зрители, папы и мамы. Добавлю, что занятия в театрализованном кружке «Солнышко» проводится бесплатно. Это одно из мероприятий проекта «Равные возможности детям», в рамках которого по всей стране открываются бесплатные кружки и секции. В ближайшее время на базе окружной библиотеки откроется кружок азбука юного юриста. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.